Закон о всероссийской сельскохозяйственной переписи Заслушен отчет министра сельского хозяйства Обсудить эти вопросы мы пригласили заместителя председателя Законодателя Собрания Красноярского края от фракции КПРФ Председателя комитета по делам села и агропромышленной политики Всеволод Николаевич Севастьянов Здравствуйте, Всеволод Николаевич Добрый вечер Всеволод Николаевич, государственный закон об поддержке агропромышленного комплекса Наверное, самая мощная поддержка частного сектора на уровне региона Какие изменения были приняты вчера? На что я хотел бы акцентировать внимание У нас есть примеры, когда мы вкладываемся в этой господдержкой в новые технологии В развитие, в перспективу, даже может быть, не сегодняшнего, завтрашнего, послезавтрашнего дня Такие примеры есть А значительная часть этой господдержки уходит на выживание На выживание Ну вот, на самом деле, может быть, сто, может быть, я ошибаюсь, может быть, двести Есть тех, кто, во-первых, имеет природный талант организатора Человек, умеющего чувствовать конъюнктуру рынка Умеющего вовремя реагировать, где-то рисковать И еще и обстоятельства были лишь удачно Ну, не бабушкин наследство из Америки Что-то другое Но, тем не менее, то, что помогло ему в этой ситуации Стать на ноги, удержаться хорошо и работать Вот это явное такое фермерское поколение Которое будет в этом качестве и укрепляться А что касается остальных, там, двух с лишним тысяч То это фермеры большей частью по несчастью Что такое сегодня фермерское хозяйство? Семья, как правило, бывает, она примеет наемный труд В небольших количествах людей, которые занимаются этим Но оно не может иметь в своем составе агронома, вертина, разо техника, механика И всего того, что вообще-то требуется для хозяйства Конечно, говорят, когда у человека руки растут откуда надо, он что-то делает сам Но проблема со всей этой массой серьезная Потому что у нас система консалткиных услуг При которых можно поехать и выяснить, что у тебя там с землей Какой состав, какие требуются, скажем, изменения этого состава Какие удовлетворения требуются Что у тебя сорняки, какие гребецы, репестициды и так далее Это все-таки надо знать Это профессионально надо знать Или надо у кого-то ответственно консультироваться Чтобы могли дать консультацию и на нее можно было переться Не ссылаясь по тому, что это ООО, которое консультировал Уже кто-то слинял, а его нет в природе И вот эта система еще не выстроена Я думаю, что немалая часть этих людей с удовольствием бы работали В каком-нибудь, так сказать, укрупненном хозяйстве Но я понимаю, что предлежительно вступать в колхоз Это сейчас бессмысленно И условий для этого нет, и память еще такая, она не короткая А вот по части организаций, товарищества по обработке земли, как когда-то было В кооперативы, но не такие, которые образовались на месте разваливающихся хозяйств А вот создаваемые изначально на каких-то условиях Вот эта технология еще пока не отработана И поэтому всем вот им надо как-то помогать Субсидиями, скажем, на производство зерна Лизинговыми условиями, когда они получают Покупают сами, допустим, трактор или комбайн Кормовый урочень или зерновой И мы им оплачиваем 30% от этой суммы Это на самом деле серьезная поддержка Но это все-таки надо понимать, что человек уже нацелился Потому что он устоит Поэтому в господдержке мы сейчас уже вот в этом законе И в изменениях к нему, которые принимались вот на вчерашней сессии Предусмотрели и поддержку кооперационных структур И производственных кооперативов, там где они складываются И потребительских, что вообще является новым Почему? Вот обращая наше внимание Потому что вырастить что-то, получить какие-то нудо и молока Вырастить мясо, свинины там или тем более говядины Это не просто, не простой дорогостоящий процесс сам по себе Особенно в животноводстве Но это еще вопрос реализации Вопрос реализации И сколько подском аграрии не узаловались, так будем говорить Возмущались тем, что они получают от конечных сырей Которые в рознице, в магазине 17% допустим А все остальное это вот на промежуточных трапах, перекупке и так далее Но, тем не менее, это сегодня факт Мы не сумели изначально выстроить должные отношения с входящими в край сетями И вот таких каких-то условий, скажем, ограничивающих Или, может быть, не ограничивающих, а, скажем, подталкивающих Может быть, даже с какой-то поддержкой власти Например, того, чтобы продукция, ну, скажем, продовольственная Ну, входящая сеть закупалась на 15-20%, может быть, больше Та, что производится на территории края Потому что, прозревав начало этого процесса вхождения Нам трудно влиять на эти сети Поскольку, ну, некоторые из них имеют до 7 тысяч магазинов, например, там по всему миру И им с нашим проблемой исправиться легко Ну, даже диппингируя, например Вчера на заказном собрании опять звучала идея краевой марки Краевых продуктов, отдельных полок в магазине, где были бы только наши продукты Такая идея поправила бы ситуацию? Я думаю, что она, во-первых, имеет право на существование Не потому что, вот я так думаю, а потому что мы уже видим Какие-то небольшие пока результаты Вот медицинское молоко Они производят свою продукцию молочную Из цельного молока Исключительно из цельного молока И она в этом смысле по качеству существенно лучше Вот это, может быть, так Не все понимают, но молоко на молоко А вот Несколько клинициатов было в Норильске И был там в роддоме И в роддоме мне Такую печальную очень дали цифру Что родилось 40 детей Детей с весом до 500 граммов И я, конечно, был очень удивлен Начал спрашивать, в чем дело и так далее И среди причин Ну, там есть разные причины Социальные, в полном, разные Но есть и то, что молоком их отпаивают Воспроизведенным из сухого молока Восстановленным Да, восстановленным Восстановленным, значит Причем белорусским Считают, что белорусское сухое молоко Лучше того, которое получается здесь И вот с точки зрения вот этих врачей Для них цельное молоко Вот живое молоко Оно, конечно, и для матерей, и для детей Видимо, чрезвычайно важно Поэтому, на самом деле, качество продукции Это дело серьезное И мы примеры такие имеем Сеоргий Николаевич Вот сейчас в условиях санкций В условиях такого подешевевшего рубля Как себя чувствует аграрный сектор в целом? Есть ли какие-то, наконец, конкурентные преимущества Перед импортерами? Вот Чисто формально я могу влет назвать Что является безусловным преимуществом Когда там приезжает молочный продукт из Европы Подчеркиваю, из Европы А мы от этой Европы находимся Еще на 2000 километров дальше, чем от Москвы То, конечно, сама по себе Постановка вопроса Это же надо ввести такую даль Она уже удорожает цену реализации Казалось бы, это наше Для здешней покупателей Конкурентные преимущества Проблема заключается вот в чем Во-первых, практически все оборудование Которое пользуется сегодня у нас Вот В свинокомплексах На молочных товарных вермах Это оборудование импортное Знать бы, где упасть соломки послал Россия могла, может быть, опережающим темпом Пока рубль еще был рублем Все это каким-то образом закупить Инициируя товаропроизводителей Создавая им еще более высокие льготы Какие-то Но не случилось Поэтому сегодня Все материалы, которые Вот мы используем Сегодня в сельском хозяйстве В том числе расходники Они зарубежного производства Это не только в Министерии не происходит А происходит в сельском хозяйстве Отечественное оборудование Вот срочно надо решать вопрос Об изготовлении отечественного оборудования Я помню Было время, когда Красноярский машиностроительный завод Это вот в 90-е годы Когда возникли проблемы С изготовлением главной продукции Ракет для подводных лодок Он начал производить оборудование Вот для молочной промышленности различное Ну Электронным микроскопом Там Колоть орехи, конечно, это не дело Но, в принципе, это возможно было бы сделать И сейчас есть условия для этого А условия пока существуют В том смысле, что в рамках санкционной политики А антисанкций Мы имеем какой-то простор, связанный с рынком Но только надо иметь в виду Что на На станки и на продукцию данного значения Много еще наложенных санкций В Европе В том числе мы контрсанкциям не берем немецкое мясо Но бразильское это мясо мы берем И китайское мясо мы берем Поэтому Там везти еще дальше Да, 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 хотя везти еще дальше Поэтому, конечно, надо считать экономику Только я хочу вам сказать Сам второй производитель в одиночку Ничего это не выстроит Должна быть аграрная политика как таковая И это сегодня Мне представляется одно из самых слабых мест В нашей практике Сергей Николаевич, скажите Вот в этой работе Поможет ли всероссийская сельскохозяйственная перепись О которой мы вчера говорили При принятии закона Что это такое? С облегчением воспринял эту информацию Постанавливание правительства Вот по какой причине Нам надо вообще понимать у нас Кто сейчас живет в селе Причем для нашего края Со спецификой и особенностями Есть вот такие, может быть, индивидуальные проблемы Которых у других нет Когда-то в крае была очень мощно развита лесная промышленность В лесной промышленности Примерно в 88-89 году Было задействовано в Красноярской лесопроме И Красноярской лесоэкспорте Более 100 тысяч человек Это люди, живущие в лесных поселках преимущества А там живут жены и дети Там больницы, школы и так далее То есть фактически в зоне лесных поселков Было занято, я думаю, более четверти миллиона И вот Все это в значительной мере прокатило свое существование Чтобы было понятно Мы заготавливали когда-то 25 миллионов кубметров древесины Потом упали до 6 Сейчас выцарапались так с грехом пополам Где-то за 12 И эти поселки находились В составе лесного фонда Кончилась лесная отрасль для них Где-то там вырублены были Сочейки еще не выросли Где-то по разным другим причинам Они обрубились Они, конечно, живут там огородами Чем-то как-то И пытаются вот стать этими самыми фермерами Кем-то еще Они как бы есть Их как бы нет Это личное подробное хозяйство Земли Поселения нет Это земли лесного фонда Надо вытаскивать из лесного фонда И делать землю поселения И регистрировать этот поселок по-новому совершенно В этом смысле уже только в этом Цельская хозяйственная перечень для нас очень важна Спасибо, Алексей Николаевич Спасибо, Алексей Николаевич Это был Алексей Николаевич Игорь Васильев, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин